Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Подарок под Новый год. Дольщики дома на Красноармейской надеются отметить праздник в долгожданных квартирах. На зарплаты и субсидии ульяновские депутаты распределили дополнительные доходы. 5 тысяч пожаров и 54 погибших. МЧС отчиталась о весенне-летних итогах и представила план на зиму. В Димитровграде общественники пожаловались в полицию на депутата городской думы. Безальтернативный развал или альтернативная модернизация? Что выбирают ульяновцы? На заседании комитета ЖКХ депутаты законодательного собрания Ульяновской области обсудили проблему перехода на так называемую альтернативную котельную. Высокий, почти 80-процентный износ теплосетей требует скорейшей реконструкции. С этим согласны все. Однако способ, которым нужно ее провести, пока вызывает споры. По мнению из депутатов законодательного собрания, предложение о переходе на альткотельную пока вызывает много споров. Поясните, если эта поэтапность состоится у нас в конце года, кто ее будет утверждать? Смогут ли депутаты ее посмотреть? По каждому из районов города и по каждому теплоисточнику мы увидим некий расчетный, во-первых, уровень и график его достижения по годам. Мы это сможем как-то обсудить или это без нас все принято? Поддержу полностью те замечания, которые сделаны и городу, и министерству профильному в отношении легкости подхода к сегодняшнему комитету. Во-первых, четкой проработки вопроса и представления информации других вариантов. А что же будет, например, если мы отказываемся от альтернативной котельки? Энергетики перед депутатским натиском не спасовали и изложили свои аргументы за новую систему. Главный из них, если не начать сегодня, то завтра включиться в процесс эффективной модернизации будет еще сложнее. Процент износа превышает 80% и растет. Важный факт – альтернативная котельная. Это не какой-то бизнес-проект, а программа, утвержденная федеральным законом в интересах жителей всей страны. Исполнять его придется так или иначе. Эти источники в этих условиях должны сейчас в рамках актуализированной схемы теплоснабжения предусмотреть мероприятия, которые будут направлены на сокращение этих издержек, приведение к нормативному состоянию того оборудования, которое есть. Как пример я сказал, первое, что нужно делать, это исключить мазутное топливо. Вы знаете, сколько содержания мазутного топлива стоит. И какое там сжигание, соответственно, и КПД на этом оборудовании. Это то, что все участники рынка сделать должны в первую очередь для того, чтобы обеспечить именно свою эффективность и пытаться достигать тех уровней мазутных выработок, которые предусмотрены как раз в цене на альтернативную котельную. Все участники сошлись в одном – нужно больше информации, больше точных цифр. Прежде всего во всем, что касается платежей за коммунальные услуги. Подытоживая рассмотрение нашего первого вопроса, хочу обратить внимание, что никакого решения мы принимать не можем опять, не будем. Единственным решением нашего сегодня будет такой промежуточный. Мы принимаем этот вопрос к сведению, потому что это не наш, к сожалению, вопрос. Будем следить дальше за ситуацией. В продолжении темы альтернативной котельной. Ульяновск стал первым городом в европейской части России, который переходит к ценовой зоне теплоснабжения по методу альтернативной котельной. Суть новой системы в постепенном, в течение 10 лет, приведение всего города к единому справедливому тарифу. Ульяновск стал первым городом в европейской части России, который переходит к ценовой зоне теплоснабжения по методу альтернативной котельной. Суть новой системы в постепенном, в течение 10 лет, приведении всего города к единому справедливому тарифу. Для половины жителей Ульяновска тариф будет заморожен на несколько лет. Для остальных 50% продолжит понемногу повышаться, но не более, чем на величину роста инфляции. При этом с 2020 года часть денег, полученных за тепловую энергию, будет в обязательном порядке отправляться на модернизацию сетей. Сегодня их изношенность превышает 70%, и этот показатель растет с каждым годом. В результате будет решена проблема перетопов, недотопов, частых порывов и мучительных гидравлических испытаний. Еще один плюс реформы – в городе появится единая теплоснабжающая организация, которая возьмет на себя полную ответственность за теплоснабжение. Эту красивую конструкцию испытали на прочность депутаты Ульяновской городской думы. Проводим у нас сегодня выездное заседание комитета профильного Ульяновской городской думы по вопросам ЖКХ, экологии и благоустройства. Тема достаточно важная и серьезная. Мы сегодня обсуждаем переход города Ульяновска в ценовой зоне теплоснабжения по методу альтернативной котельной. 9 августа 2019 года по становлению правительства Российской Федерации город Ульяновск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Долгое время ситуация с износом теплосетей была почти неразрешимой, а ее негативные последствия из года в год отравляют жизнь ульяновцев. Эти 120 градусов, они идут напрямую, ведь механические этажи до 90 градусов, а дальше напрямую идут в квартиры. Мы это почувствовали на себе. Лопались трубы, а это самое главное, никто не обвалился. Поэтому, конечно, вот этот теплообменник, который у нас был бы восстановлен, это было бы прекрасно. Выгоды потребителю предлагаются, например, такие. Полный переход на подземную прокладку труб. Применение труб заводской готовности. Одно это должно существенно снизить тепловые потери, а следовательно сделать систему гораздо более эффективной. Кстати, срок службы этих труб 25 лет. И последствия раскопок будут устранены. Неудобства, которые мы доставляем жителям в процессе производства работы, они компенсируются потом теми удобными моментами, которые возникают вследствие одежного и качественного теплоснабжения жителей. И если в прошлые годы на эти цели можно было выделить лишь 15 миллионов рублей, то с переходом в новую ценовую зону альтернативная котельная придется выделить не менее 40 миллионов, только в 19 микрорайоне. Всего в рамках альткотельной в 2020 году на ремонт сетей ПАОТЭПлюс направит приблизительно 300 миллионов рублей. Что касается альтернативной котельной, собственно говоря, здесь очень много на сегодняшний день вопросов. С коллегами-депутатами от жителей их получаем и хотелось бы получить ответы и от администрации города, в лице управления ЖКХ и от, собственно говоря, ТПлюс и от других единых теплоснабжающих организаций. К сожалению, информационная кампания, по нашему мнению, недостаточна. Люди имеют право знать, что, как и на какие деньги будет сделано с существующими теплосетями. Улправда будет держать руку на пульсе и своевременно информировать вас, дорогие наши зрители, о тепловой реформе. В многоквартирном жилом доме на Красноармейской 140 в Ульяновске зарегистрировано 48 участников долевого строительства. И все они несколько лет назад стали жертвами обмана. Что сейчас происходит с долгостроем, когда в окнах квартир зажжется свет, разбиралась Рината Алиулова. Обещанного три года ждут. С долгостроем на Красноармейской 140 в Ульяновске срок ожидания обещанного увеличился вдвое. История с обманутыми дольщиками начинается в 2012 году, когда стали закладывать фундамент современной четырехэтажки из красного кирпича. Вначале все шло по хорошему сценарию. Быстрые темпы строительства шли чуть ли не на опережение. Пока в 2014 году застройщик не обанкротился и не оставил дольщиков на произвол судьбы. Дом был построен на 70%. Достаточно долго мы боролись. Инициативная группа и вообще дольщики активные были. В общем-то у нас создалась такая группа, которая мощно стала работать над этой проблемой. Активную позицию в этом вопросе выбрали представители власти. Дело с мертвой точки сдвинулось, когда в регионе по инициативе губернатора Сергея Морозова организовали фонд содействия обманутым дольщикам. Принят закон Ульяновской области СОЗО, который позволяет застройщику, который вызвался достраивать объект, получить субсидию из областного бюджета. То есть застройщик достраивает объект за счет кредитных и своих средств, а затем получает субсидию из областного бюджета на возмещение своих затрат. На стачу долгостроенной Красноармейской предусмотрено почти 22,5 миллиона рублей. Но эти деньги застройщик получит из казны при одном условии – если дом будет сдан без нареканий. Под свое крыло новая организация взяла недостроенное здание в конце мая этого года. В настоящий момент осталось очень много мелких работ. То есть мы практически сейчас закончили монтаж системы отопления, закончили разводку газопровода, заканчиваем сейчас разводку систем канализации и водоснабжения, заканчиваем разводку всех электросетей. Таким образом контур здания закрыт полностью. В ближайшее время подрядчики доведут до нормативного состояния кровлю. К концу октября у дома появятся ворота. Пока открытым остается вопрос подъездных путей и придомовой территории. Будем благоустраивать, но это уже мы займемся, наверное, весной, когда потеплеет. У нас там есть отведенное место для установки детской площадки. Мы вот здесь вот будем делать ограждение вот этого парапета всего для повышения безопасности. Как заверяют специалисты, техническое окончание всех работ запланировано на 30 ноября. А уже через месяц дом должны заселиться первые жильцы. Семь лет ожиданий и, кажется, от чудов, как у Нового года обманутые дочки получат заветные ключи от квартир на улице Красноармейской 140. Правда, в это мало верится. Как минимум в доме не готовы лифтовые шахты, так максимум не решен вопрос с землей. Кажется, в сказки перестали верить и сами участники долевого строительства. Я уже, наверное, ничему не верю, потому что сроки отодвигаются регулярно. Называются вновь новые сроки. Посмотрим, сейчас будет, как будет решен вопрос с землей. То есть, если он не будет решен, то о какой сдаче дома без пожарного подъезда может идти речь. Как говорится, время покажет. Специалисты уверяют, что поводов для опасений нет, даже после ввода дома в эксплуатацию. Согласно градостроительному кодексу, гарантию жилого здания – 7 лет. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. Бюджет области увеличился почти на полтора миллиарда рублей. Законодательное собрание провело внеочередное заседание, на котором депутаты решали, на что потратить дополнительные доходы. Подробности у Егора Титова. Большая часть дополнительных доходов будет направлена на выплату заработной платы. Это почти миллиард рублей, которые пойдут бюджетникам области, работающим в разных сферах. В социальной защите населения выделены денежные средства, дополнительные денежные средства для повышения заработной платы бюджетным работникам с учетом индексации. Это порядком 77 миллионов. Это, я считаю, очень хорошо. И я благодарна депутатам, которые поддержали данный законопроект и приняли его. В первую очередь средства направят работникам соцзащиты и образования. Кроме того, образование дополнительно получит деньги и на другие первоочередные нужды. Например, полмиллиона рублей направят ульяновской школе номер 6. Данные денежные средства будут в полном объеме направлены на ремонт актового зала, так как мы центральная школа, мы очень нуждались в данном ремонте. На социальную поддержку людей направят почти 400 миллионов рублей. В первую очередь эти деньги получат нуждающиеся пенсионеры. Пенсионерам часто не хватает средств на выплату жилищно-коммунальных услуг. И для этого предусмотрены от соцзащиты всевозможные льготы. Естественно, такие изменения поддержало большинство парламентариев. Половины жителей ульяновской области ждут этих денег. Фракция «Единая Россия», безусловно, поддержит эти изменения. И в данном случае мы благодарим, прежде всего, экономический блок правительства, социальный блок правительства, что те обязательства, которые в начале года правительство на себя взяли, по дополнению средств ежеквартальных в областной бюджет, они выполняются. Однако далеко не все депутаты были за изменения в бюджет. Фракция КПР вынесла решение голосовать против. Очень странно было услышать, например, такое заявление их лидера. Эти деньги необходимы, которые перераспределяются, и мы считаем, что их перераспределить надо другим образом. И с нами, не только с фракцией КПРФ, а, как я полагаю, со всеми депутатами законодательного собрания, никто не советовался, и это было уже постфактум. Странно, потому что консультации велись со всеми фракциями депутатами. Только позавчера изменения обсуждались на комитете. Получается, что КПРФ против того, чтобы выплачивали зарплату, субсидии и пособия. Но здравый смысл восторжествовал, и большинством изменений были одобрены сразу в двух чтениях. А это значит, что все социальные обязательства перед ульяновцами будут выполнены. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Управда ТВ. Ульяновская область отчиталась о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и представила свой опыт в Екатеринбурге. В столице Урала прямо сейчас проходит международная специализированная выставка «Дороги-2019». Как прошел первый день масштабного события транспортной отрасли, смотрите в нашем сюжете. Все дороги в эти дни ведут в Екатеринбург. С 16 по 18 октября в столице Урала проходит международная специализированная выставка «Дороги-2019». Около 250 компаний из 50 российских регионов, а также из Китая, Швейцарии и Чехии, представляют свои достижения в транспортной отрасли. Однако через всю выставку «Красной нитью» проходит тема реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и результаты работы за год. На это акцентировал внимание министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих во время выступления на торжественной церемонии открытия масштабного события в дорожной отрасли страны. В этом году выставка приобрела совершенно новый формат. Мы не просто традиционно собираемся, общаемся, мы также обсуждаем ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поприветствовал участников большой выставки и зампредседателя правительства страны Максим Акимов. Чиновник отметил, что цивилизация напрямую зависит от дорог, а чем выше качество второго показателя, тем лучше уровень жизни первого. Которые создают возможность интеллектуального общения, семейных связей, культурных контактов, торговли и возможность экономического развития. Поэтому наша выставка – это пространство, территория, где собираются лучшие решения. Международная выставка «Дороги-2019» традиционно становится центром притяжения для специалистов дорожной отрасли, поскольку именно здесь можно увидеть сверхсовременную дорожную технику и обсудить самые актуальные темы, связанные с развитием дорожного хозяйства России. Среди делегатов и Ульяновская область. На стендах региона – результаты работы дорожной отрасли, опыт внедрения систем фото-видеофиксации и интеллектуальных систем. Кроме того, Ульяновская область представит навык применения композитных материалов при строительстве дорожных объектов, возглавляет делегацию губернатор Сергей Морозов. Когда мы сейчас уже анализируем не километры, не тонны, не другие какие-то параметры, а просто человеческими судьбами, о которых я постоянно сегодня говорю, то мы видим о том, что у нас отмечено резкое сокращение количества дорожных транспортных происшествий, и количество смертей, и количество пострадавших ребят, и слава богу, ни один ребенок у нас не погиб на дорогах в этом году. Глава региона также отметил, что за этот год благодаря нацпроекту в нормативное состояние удалось привести 45% дорожного полотна Ульяновской области. До 2024 года показатель должен достигнуть 100% результата. Сергей Морозов без доли лести заявил, что приехал сюда не только хвастаться, но и плодотворно дискутировать на площадках во время деловой части выставки. Так губернатор волнует тема, касающаяся федеральной программы по замене электротранспорта. В городах, в которых есть трамваи, троллейбусы, мы входим в категорию таких городов, федеральное правительство может решиться и оказать содействие. Если так, то к 190 там слишком трамваям, которые у нас есть и которые почти на 80% имеет износ, мы в ближайшее время можем с вами прибавить, ну как минимум, так сказать, нам нужно порядка 110 трамваев совершенно новой конфигурации. Первый день выставки Ульяновская область заручилась поддержкой Российского дорожного научно-исследовательского института. Главная цель партнерства – совместное внедрение передовых технологий при ремонте и строительстве дорог. Соответствующее соглашение подписали Сергей Морозов и генеральный директор института Алексей Воряченко. Ринат Алиулова, Новости, Улправда ТВ. В правоохранительные органы второго по величине города Ульяновской области в понедельник поступило заявление, что депутат Колпаков подозревается местными активистами в краже общественного имущества – 120 бетонных плит. Забегая вперед, скажем, что часть пропажи в этот же день нашли перед частным домом на улице Партизанской. Димитровгородские общественники Камиль и Зуля Шарафеева обратились в полицию с заявлением о краже плит, которыми через несколько дней должны были выложить часть дубового рощи – общественной территории, которая была благоустроена в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Материал был привезен сюда с проспекта Димитрово, где его демонтировали ввиду реализации того же проекта. И вот в один прекрасный день плиты исчезли. 8 октября с парка Дубовой рощи была вывезена плитка, которая предназначалась для дальнейшего благоустройства комфорта по Дубовой роще. Мы провели свое расследование и выяснилось, что депутат городской думы Колпаков Артур вывез ее на Партизанскую Дом-2. Мы провели свое собственное расследование. Может быть, я не знаю почему, кражей назвать или как, это вообще вопиющий случай. Зачем депутату такое количество плит? Почему их выгрузили на территории перед частным домом? Не использовали Колпаков служебное положение, будучи трудоюстроенным недавно в МКУ городские дороги? Все эти вопросы мы попытались задать депутату. Но комментариев, сколько-нибудь реабилитирующих его поступок и статус народного избранника от Артуры Колпакова мы не получили. Депутат с нами не захотел разговаривать. По его словам, был занят работой. Сразу после встречи с депутатом мы решили проверить, а наместили плиты. Как оказалось, на Партизанской Дома их уже не было. А знаете, где они лежали? Правильно. Загадочным образом плиты оказались снова на территории Дубового роща. Одно остается непонятным. Кто же будет облагораживать ныне перепаханную территорию на улице Партизанской? Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24. Специально для Управ ДТВ. Сегодня прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сколько жертв унесли пожары минувшим летом? И что надо делать с печами и обогревателями в холодное время года? На эти вопросы ответили сотрудники МЧС Ульяновской области. Слово Виктории Черковой. Подвести итоги весенне-летнего периода и предотвратить пожары в холода. В правительстве прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Александр Смекалин призвал к ответу представителей областных ведомств. Надо признать, что серьезных таких происшествий у нас не было. И с одной стороны, безусловно, это помогла погода, но и слаженная команда, которая занималась этим вопросом. Но все равно остался целый ряд моментов, которые нам необходимо обсудить. С начала года зарегистрировано более пяти тысяч пожаров. Большая часть из них пришлась на теплую пару. Чаще всего горели мусорки и поля. Бытовые возгорания тоже случались. В основном из-за неисправности электрооборудования и неосторожного обращения с огнем. Без жертв не обошлось. За минувшие девять месяцев погибло 54 человека. Сотрудник МЧС рассказал, на что необходимо обращать внимание в холодное время. Ведь людям хочется жить в тепле, но не все обогревают жилище безопасными способами. Зачастую перед началом топительного сезона печи не приводится в надлежащее состояние, что за собой влечет естественное возникновение пожаров. То же самое и касается устройств для обогрева помещений. Поскольку если в помещении холодно, сразу используются несколько топительных таких устройств. В результате возникает перегрузка электросетей. Ну и, как правило, нередки случаи возникновения пожаров именно от перегруза сетей или же выхода из строя самого нагревательного устройства. Комиссиат ЖКХ начал проверки в многоквартирных домах. Те, что построено до 2000 года под особым контролем. В большинстве домов отсутствует система пожарной безопасности таких. Ежегодно управляющая организация направляет собственником таких многоквартирных домов предложение по приобретению и установке противопожарного оборудования. Но, однако, в связи с большой стоимостью затрат на выполнение указанных работ, это от 1 до 3 миллионов рублей, собственники помещения не принимают положительного решения. Глава кабинета министров также поднял вопрос о пожарных извещателях. В этом году 518 устройств установлены в домах многодетных семей. Проблема заключается в том, что польза от них только в звуковом оповещении домочадцев. Смекалин настаивает на модернизации системы. Она должна не только предупреждать о возгорании, но и передавать сигнал на пульты управления. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 17 октября в регионе сохранится прохладная погода. Температура воздуха днем удержится на отметке 11 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии? Высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет. Для всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова